Еще живы в памяти многих людей постарше события 90-х годов, когда от 10 до 15 миллионов человек участвовали в крупнейшей финансовой пирамиде МММ. У нас, конечно, страна поменьше и размах иной, но даже сейчас многие покупаются на богатые обещания каких-то фирм, финансовых кооперативов и фондов о неимоверных процентах прибыли и быстром обогащении. Возможно ли такое и где то заветное место, где мы без труда можем заработать миллионы? Об этом наш разговор с доктором экономики Владимиром Вайнгардом. Добрый вечер. Добрый вечер. Финансовый кооператив, финансовый рынок, облигации, фонды для многих людей это абсолютно загадочные какие-то слова, но действуют они как удав на кролика. Вот скажите, пожалуйста, что нужно учитывать, что нужно знать людям не очень грамотных в финансовых делах, когда к ним поступают такие заманчивые предложения, вложиться в какой-то кооперативный фонд или что-то подобное? Большие заработки, во-первых, редки в этом деле. Во-вторых, большие заработки бывают только потому, что бывают большие проигрыши, потому что игра с финансовым инструментом – это игра с нулевой суммой. Кто-то зарабатывает, кто-то проигрывает. Ну и действительно в этом деле пытаются работать и люди, которые рисковые и надеются, что вдруг у них получится. Но есть и люди, которые используют это для того, чтобы дурачить людей, особенно в последнее время, потому что в ход пошли так называемые криптовалюты. Что такое криптовалюта? Оказалось, нет у нас экспертов, но они в ходу. И на них строят действительно, вот создают там такие закрытые, открытые кооперативы, создают всевозможные фонды. В общем, я бы сказал так. Если вы небогатый человек и вы думаете, что вы можете стать миллиардером, то нет, не надо пытаться. А если вы в эту систему для того, чтобы попробовать, положите где-то 50 евро, и там будет какой-то совершенно бешеный такой результат, там 50% дохода, то у вас вы заработаете плюс к своим 50, еще 25. Ну или потеряете 50. Поэтому, конечно, вот весь этот мир, я бы сказал, вот этих таких финансовых инструментов, он очень ненадежный. И играть на нем, да, давайте оставим его тем любителям рисков, которые не сильно печалятся, если они проигрывают и начинают опять, все сначала, все сначала. Пожелаем вам успеха. А как вот распознать обман? Допустим, предлагают инвестировать деньги в какой-то проект и для начала переведите на личный счет, а потом мы что-нибудь придумаем и так далее. Если вам предлагают вложиться в фонд какой-то, который потом будет зарабатывать деньги, какой-то кооператив, который будет работать как венчурный фонд. Вот венчурный, это значит вкладываться в какие-то новые проекты. То вы там ничего понять не можете. Но вот вы сказали, что, например, специалистов, экспертов по криптовалюте у нас нет. А вот людям куда обращаться, с кем можно проконсультироваться по поводу тех же самых фондов или финансовых кооперативов? Ну, по криптовалютам, прежде всего, тем людям, которые сами этим не занимаются, не надо туда лезть. А вот если вас зовут в какой-то фонд, я уже сказал, если это большие деньги от вас хотят, ну, для вас большие, и если вы на это идете, то вы должны понимать, что шансов потерять эти деньги больше, чем шансов выиграть. Но это чистое лотереи. Да, это совершенно точно. Вы можете покупать лотерейные билеты, но вот если вы купите 5 билетов, вы потеряете там какие-нибудь 20-30 евро. Если вы купите 500 билетов, то шансы на выигрыш у вас, конечно, вырастут. Но мало кому этот шанс реально выпадет. А остальные, вот так вот это выглядит. Это все лотереи. Так же, как МММ, так же, как те огромные всякие структуры, такие квази-банковские, с разговора о которых мы начали сегодня нашу беседу. Владимир, спасибо огромное за информацию. Успехов вам. Спасибо вам. Британским журналистам запрещено произносить фразу про бесплатный сыр в мышеловке как самую избитую и банальную. С этим согласился и великий американский журналист Ларри Кинг. А потом подумал и сказал, а все равно лучше, чем Тэтчер, не скажешь. Так что опасайтесь мышеловки и бесплатного сыра, о чем и напомнил наш гость, доктор экономики Владимир Вайнгорд. А мы переходим к другим темам. Продолжение следует...